В последнее время в Балакове возникает немало ситуаций, в которых взрослые, вставая на защиту детей, находят поддержку только в СМИ. Жучки в детсадовской каше, девочка-инвалид, которой отказывали вправе учиться в школе. И вот новая щекотливая ситуация. Тренер спортивной школы Олимпийского резерва Балакова Виктор Фёдоров встал на защиту детей, за что в буквальном смысле поплатился здоровьем. Директор спортшколы Евгений Молошин применил силу в отношении своего подчинённого. По словам тренера, конфликт начался из-за разногласий по поводу сроков игры. Руководитель заявил, что ребята должны сыграть подряд несколько матчей. Тренер с этим не согласился. У нас ещё перед этим разговором, он говорит, как хочет, чтобы 15-16 сыграли. Я говорю, я играть не буду 15-16, не будешь, я поставлю там игру, поражение. Я говорю, ну как считаешь, нужно так и делать. Потому что тяжело, во-первых, играть. И у нас вот эти две игры, получалось, мы подряд играем. Ну тяжело ребятам играть, а у нас игра с соколом, которая очень важная была. Нам надо было её выиграть. Поэтому я говорю, вот эту между собой игру, которую у нас получалось, мы 11-го отыграли, потом с сокол 9-го года 13-го, вот он сказал ещё 15-го сыграть, потом с соколом ещё с одним 17-го и 20-го выезд. Нам очень тяжело было, и мы как бы вот от этой игры зависело очень много. Попадём мы в финальную часть или не попадём. Такие шансы у нас там в финал попасть были. И нам вот эта игра какая-то. Я говорю, ну давайте вот эту с 15-го игру перенесём на 23-е или на 24-е. Мы здесь между собой всегда её сыграем. Нет, ты будешь играть. Я говорю, ну не буду играть. Он там, увольняйся. Там мат, лошной. Ну это было у него в кабинете. Я потом выхожу, иду к себе в тренерскую. Он за мной идёт. И он там шумит. Давай там ты увольняйся, чтобы тебя не было. Всё, я поворачиваюсь. Он меня бьёт. Я об стенку головой покасательной упал. По словам тренера, это не первый раз, когда директор спортшколы позволяет себе унижать тренерский состав. Это же не первый случай. Был такой случай у меня перед этим. Ну, человек такой, вы понимаете, нездержанный, грубый. Ему как возраст там людей или чего там. Женщина, мат сплошной. На планёрках, чего угодно. Мы ходим на демонстрации. И всё время постоянно мальчишки мои. Но они выпустили сейчас большие. Я говорю, Георгий Владимирович, ну почему наши мальчишки ходят всё время? Эти уже подросли тоже. Почему не ходят? Будешь ходить. Потом планёрка кончилась. Он меня заводит, схватил за грудки и стал вот так тащить. Я ему говорю, ты что делаешь? Убери руки. Он опять это вот всё. Были случаи ещё перед этим. Мальчишки мои от 99-го года должны по возрасту. Они играть, ехать на соревнования. Говорят, нет, ты не поедешь. Будут играть вот по моложе мы там. Я говорю, нет, наши мальчишки мои поедут. Я говорю, если что, пойду, жаловаться. Я тебе ноги оторву, язык отрежу, инвалидом сделаю. Понимаете, на планёрке. Не стесняйся. Кто побаивается, кто что-то боится. А этот раз вот Казанцев вышел, встал между нами. Там зауч видел. Она говорит, я потом, когда поднимался, вижу, она вот так стоит. Видно, откуда шла. Двери, глаза вот такие. Казанец между нами встал. Вот он, говорю, на него там что-то начинал орать. Родители, возмущённые этой ситуации, собрали подписи и направили обращение в прокуратуру, а также в администрацию района. Для юных футболистов Виктор Михайлович практически второй отец. Поэтому родители спортсменов решили идти до конца. Был конфликт, инцидент произошедший, в результате чего Виктор Михайлович оказался на больничной койке. Мы не знали. Мы потом спросили у Виктора Михайловича, почему нам не сказал. Он сказал, мне было неудобно. Но мне было стыдно, потому что это как бы непрофессионально было поступлено. Человек, который младше его, обидит такого заслуженного тренера. Поэтому ему было стыдно нам сказать. Естественно, мы, родители, все собрали с собранием. И мы решили на общем собрании, что так дело оставлять нельзя. Это неправомерное поведение. Тем более директор школы спортивной, где наши дети занимаются. Если у нас идет движение на директора, то это получается отражается все на наших детях. Поэтому мы решили идти до конца. Мы написали письма в администрацию города. Мы написали письмо в культуру спорта. Если это не поможет, мы будем продолжать дальше. Вплоть мы встанем с плакатами администрации. В прокуратуре заявление пострадавшей страны уже рассмотрели и передали его в полицию. Администрация района тоже проводит проверку. На столе у заместителя главы БМР по социальным вопросам Татьяны Калининой лежат объяснительные – и тренера, и директора спортшколы, и свидетелей происшествия. Однако комментировать ситуацию пока мало кто соглашается. Мы просили об этом и Татьяну Калинину, и Евгения Молошина. Но они воздерживаются от официальных заявлений до результатов проверки. При этом замалчивать некрасивую историю в администрации не планируют. По этому вопросу решение в любом случае будет принимать глава администрации. Насколько я понимаю, мы с одной стороны имеем вспыльчивого директора Корда, с другой стороны 63-летнего детского тренера по футболу. Поэтому, на мой взгляд, здесь ответственность в любом случае должен понести директор. Я знаю, что сейчас проводятся проверки. Здесь надо пообщаться с обеими сторонами этого конфликта, ну и уже после этого принять решение. Сейчас Виктор Фёдоров уже начал проводить тренировки. Однако с директором Евгением Молошиным после происшествия ещё не встречался. Директор был в отпуске. Родители же надеются, что реакция со стороны администрации будет. И тренера не уволят за то, что он решил не скрывать проблемы, накопившиеся в спортивной школе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова